Мы прочитали несколько текстов и поразмышляли над этим. Христос, написано, когда родился, Он, написано, возрастал в премудрости и в слове, и Он до 30 лет возрастал. И потом, когда Ему исполнилось 30 лет, Он уже начинал служить Небесному Отцу. У Него был определенный путь, были определенные задачи, которым Он шел. И точно так же это должно быть и в нашей жизни. Пусть Господь благословит нас. Давайте мы откроем первый текст. Это послание апостола Павла к Ефесянам, к Ефесской церкви. И мы будем читать с вами 4 глава с 11 стиха. И Бог поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Да коли все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос. Слава Богу! Итак, посмотрите, в 13 стихе написано, что мы должны возрастать в возраст Христов. И дальше 14 стих. Апостол Павел пишет, чтобы мы не были младенцами колеблющимися. Знаете, вот есть такие люди, вот когда у них хорошо все в жизни, они с Богом, Бога прославляют. Когда в их жизни что-то случается плохое или то, что им не нравится, они сразу и про Бога забывают. И Бог им не нужен. А в некоторых случаях даже и Бога обвиняют в том, что с ними произошло. Вы встречали такое? Может кто-то скажет, я таким был. Да, такое можно наблюдать. Вот есть люди такие, они еще не возросли духовно, но Писание призывает нас, чтобы мы стали мужественными. Чтобы наш возраст духовный дошел до такого совершенства. То есть, чтобы мы стали, как Христос, возраст, как Христос. А мы, знаете, вот доходим до такого возраста, как Иисус Младенец. Вот Иисус родился, Он Младенец. И мы вот до такого возраста дошли, и мы радуемся. А апостолы пишут, они говорят, нет, а вы должны возрасти и стать мужественными во Христе. То есть, у вас должен происходить духовный возраст. Вы должны возрастать. Об этом пишет апостол Павел. Вот, вы знаете, что такое духовный рост? Я пытаюсь вам объяснить, а вы будьте внимательны. Духовный рост – это положительное изменение в жизни христианина. То есть, если христианин не меняется положительно, в хорошую сторону, он духовно не растет. Но если христианин меняется и с каждым разом становится все больше и больше похожим на Иисуса Христа, вот здесь мы можем с уверенностью сказать, что человек духовно возрастает. И цель духовного возраста или цель вот этих духовных изменений – это уподобление Христу. То есть, мы с вами, как люди верующие, называющие себя христианами, мы должны уподобиться Христу, мы должны стать похожими на Христа. И вот к этому Бог ведет нас через рождение свыше, через схождение с Богом, через упование на Бога. То есть, христианин – это тот, который похож на Христа. Сегодня спрашиваешь у человека, ты христианин? Конечно, я христианин, а он стоит, даже лыком не вяжет, как говорится. Но вы можете представить себе такого Христа? Вы можете себе представить Христа, который скверно словит? Невозможно. Вы можете себе представить Христа, который грабит, ворует, обманывает, находит этому причину? Нет, невозможно. И мы видим, что люди этого мира, они живут так, по этим принципам, и считают, что это нормально. Но когда мы пришли к Богу, мы поняли, мы увидели, свет воссиял в нашей жизни, в нашей душе. Мы что-то поняли, что христианство – это намного больше, чем просто называться христианство. Это жить по-христиански, жить. И к этому призвал нас Господь. Слава Иисусу! Вот всегда я делаю такой акцент. Я спрашиваю, беседуешь с людьми, разговариваешь. Вот буквально недавно тоже встретил, разговариваю с человеком. Да я, говорит, верующий, все, и Рождество праздную, и праздник, все, все хорошо. Я спрашиваю, так вы верующий или христианин? А он говорит, а какая разница? Я говорю, разница большая. Верующий человек – это человек, который верит, что Бог есть, но живет так, как ему хочется. То есть он пытается Бога подтянуть под свои правила. А христианин – это человек, который верит, тоже верит, что Бог есть, но он живет по правилам и законам, которые установил Христос. И это большая разница. И сегодня мы можем видеть очень много верующих людей, но, с другой стороны, очень мало людей, христиан, которые по-настоящему следуют за Иисусом Христом. Поэтому духовный рост, он ведет нас в возраст Христов. То есть он делает нас мужественными во Христе. К этому Господь нас ведет, к этому Он нас призывает. И вот уподобление Христу означает духовный возраст. Уподобление связано с возрастанием. Если я, еще раз я повторю, если человек духовно растет, он меняется в лучшую сторону. Он начинает все больше и больше похожим быть на Иисуса Христа. Аминь, друзья, понятно, да, вот эта вещь? Это важно. Поэтому мы все должны с вами возмужать или возрастать, стать мужественными во Христе. А теперь я хочу вам показать, вот есть некоторые признаки, которые не являются, ну, не всегда могут являться духовным возрастом. Вот, вы знаете, бывает так, человек такой, у него есть такое религиозное, такое рвение. Он говорит, я люблю ходить в церковь, мне так нравится ходить в церковь, здесь так здорово, я хочу. Он утром рано просыпается, он одевается, он готовится, я хочу. Но вы знаете, духовный рост, это не всегда религиозное рвение. Человек может иметь вот такое рвение хорошее, быть в церкви, находиться в собрании, но тем не менее, так духовно и не возрастать, а находиться в одной паре, в одной паре девятимесячного духовного младенца. Еще есть одна такая вещь. Знаете, человек, он так думает, он говорит, я чувствую в своей жизни Божью любовь. Я чувствую, как Бог любит меня, как Бог заботится обо мне, как Бог хранит меня, как Его ангелы защищают меня, я это чувствую. Но послушайте, и это не является признаком духовного роста. То, что вы чувствуете, и то, что вы переживаете. Религиозное переживание не является признаком того, что вы духовно растете. Вот почему? Потому что Бог любит всех людей. И я помню, когда я был далеко, не то, что там я христианином не был, я даже верующим человеком не был, но я помню, как Бог хранил меня, и как Бог являл мне свою любовь. И Бог любит всех людей. Слава Иисусу! Но это не является признаком того, что я возрастаю духовно, если я переживаю вот это религиозное переживание. Еще, иногда человек, или мы смотрим на него, он так много делает в церкви. Он на всех спевках, репетициях, он на всех домашних группах, он такой активный, он и там послужит, и здесь послужит, у него и там служение, и там поможет. И мы смотрим на его активность, и говорим, ну ты глянь, ну конкретно духовный такой человек, знаете, а потом в его жизнь приходит проблема, трудность, болезнь там, или в семье что-то. И мы раз, и мы наблюдаем, человек сдулся. А где он? А нет его. Но он же так активно принимал участие во всех вот этих действиях, во всех служениях, и был самый активный в церкви. А нет его. А почему? А потому что церковная активность не является признаком духовного роста, а что же тогда является? Изменение. Духовный рост приводит человека к тому, что человек меняется. Отношения со Христом обязательно приводят человека к изменению его внутреннего характера. Вы знаете, иногда можно смотреть на таких людей, ну я, может быть, это такой духовный возраст, но иногда человек растет так медленно, духовно. Но очень часто я вижу вот это обидчивое состояние, капризность. Знаете, у детей, дети такие капризные бывают, да, дети? Вы слышите? Это не очень хорошо, что вы капризные. Не очень. Но нужно расти, нужно возрастать. Но так мы можем видеть, когда дети, они капризничают. Что-то не так сделали, не по их желанию. Некоторые начинают падать на пол, биться. Вот я хочу, хочу, хочу. Вот вы знаете, иногда смотришь, человек думаешь, Господи, ну столько лет он ходит в церковь, Боже мой, ну столько он посещает, уже столько проповедей услышал, тысячи, наверное, проповедей. Уже Библию несколько раз почитал, но ведет себя как ребенок. Бросил все. Или там бросила, обиделась. В церковь ходить не буду. Вот на меня не так посмотрели, не так мне сказали. Вот проповедь там он про меня, там что-то, ну, рассказал. Вы же меня, друзья, простите, проповедники, они не проповедуют, они не заготавливают под каждого из вас проповедь. Они молятся и спрашивают, Господь, что сказать? А Дух Святой, Он распределяет каждому, как оно должно быть. Правда? Нет, вот меня, меня там вот обидели. Вы знаете, пришла как-то однажды, одна женщина, и подошла ко мне и говорит, Денис, там муж мой, наконец, я вот столько раз, хочу, чтобы муж христианин у меня был, столько раз спросила, вот, он пришел. И она мне так, ну, там, я знать не знал их жизни. Ты же не вникаешь, как живут в семьях. Ты же многие вещи, это личное. Ну, и она мне так, Денис, ну, и как бы намекает, ты там, ему там проповедь там, фух, про него там. А я знать не знал. Я говорю, сестра, ну, что Бог даст, то и буду проповедь. Начал проповедовать, ну, смотрю, они так сидят в уголочке, и он ее что-то там, ей бурчит ей. Говорю, тут, ей его там толкает, и ее там, вот, ну, досидел до конца, ушел, потом ее встречаю, что там случилось? А он говорит, а он сел, вы, говорит, начали проповедовать из Слова Божьего. А он мне говорит, ты что, говорит, этому пастору все про меня рассказала? А Дух Святой так и действует. Он проникает до глубины сердца. Я говорю, мне никто ничего не рассказывал. И я не строю проповеди на том, что кто-то что-то мне рассказал. Это будет неправильно. Но Дух Святой так действует, Он затрагивает сердце человека, внутренность, глубину. И поэтому мы должны открывать свое сердце. И если Бог затрагивает нас, если Дух Святой обличает нас, то это ведет нас к духовному росту. А мы как капризные дети. Не буду есть я эту кашу. Не буду, не хочу. Мы капризничаем. И иногда думаешь, смотришь, некоторые служители так себя ведут. Но думаешь, Господи, ну как так, ну сколько можно? Ну пора возрастать духовно. Пусть Господь благословит нас. Итак, друзья мои, как увидеть, расту я духовно или нет? Что же должно быть? Давайте мы еще одно место прочитаем. Послание к Ефесянам, вторая глава. Десятый стих. Посмотрите, очень четкий, ясный стих. Господь говорит через апостола, ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вот посмотрите, к чему ведет духовный рост. Человек становится добрее. Добрее. Я помню, как пришел один мужчина, и он мне сказал, ну, не в этом собрании, мы в другом месте проводили собрание, и он мне сказал, знаешь, почему я пришел в вашу церковь? Мне интересно стало, почему? Моя жена, она посещала ваше собрание, и она стала добрее. Я был удивлен. Он пришел не потому, что ему нравится что-то здесь. Он пришел в церковь, потому что он увидел, его жена ходила в эту церковь, и она стала добрее. Друзья мои, вот что трогает людей, когда мы преображаемся в образ Иисуса Христа. И Господь нас призвал, чтобы мы совершали добрые дела, чтобы мы становились добрее. Но я иногда что-то вот не понимаю, что ли, может быть, что-то такое, смотришь на некоторых людей, злые. Ну, говоришь, сестры, ну, сколько, ну, разве вы можете так себе, злость какая-то исходит из вас. А дома, что, братья, пришли с работы уставшие, но не приготовила вам, не успела жена приготовить вам ужин. И что, вы находите повод, чтобы разозлиться, это я уже про себя говорю сейчас. мы должны духовно возрастать. А если мы духовно возрастаем, мы становимся добрее. Послушайте, мы становимся сдержаннее. Вот Христос, можете, дай его представить, вот Иисуса Христа, вот вы можете так представить, что он пришел домой, мама там, значит, ему покушать не приготовила, и он там претензии выкладывает. Я работал, плотничал, а ты мне покушать не приготовил. Вот можете так себе представить такого Христа? Конечно нет. Конечно нет. А что он роптал на свою жизнь, как ему тяжело живется, ту-ту-ту-ту-ту, вот эта власть такая, вот нас пенсии маленькие, возраст увеличили, вот вы так можете Христа такого представить, что он на власть бочку катил? Можете? Нет, вы не увидите этого, не увидите. Христос, он был добрым, он умел, он был сдержанным, он был терпеливым, и в этом Христос в духовном возрасте, он и пытается с нами работать, он пытается, но преобразить нас в свой образ, чтобы мы стали христианами, друзья мои, братья и сестры, христианами. Верующий человек, просто верующий, на небо не попадет, на небо попадают только христиане, только те, которые живут по-христиански, не только те, которые, не те, которые исповедуют, что они христиане, потому что Библия говорит, не всякий говорящий, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного, так Христос учил, поэтому все, что Бог делает, Он преобразовывает нас в образ Иисуса Христа, духовный возраст, рост, от нашего рождения во Христе Иисусе, делает нас добрее, сдержаннее, стойкими в вере, знаете, как увидеть человек духовно возрос или нет, когда в его жизнь пришла беда, трудность, а он стоит твердо в вере, он продолжает делать то, к чему Бог его призвал, и его не сдвинуть, никакие обстоятельства, ничто не может отлучить его от Христа, он держится за Христа в любых ситуациях, в гонениях, в скорбях, в скудости и в богатстве, во всем, он стоит твердо и уповает на Христа, вот, человек дошел до определенного духовного возраста, слава Иисусу, мне всегда на память, наверное, она и уже будет сопровождать меня, эта женщина, наша сестра Лариса Шапова, вы знаете ее, она умерла от рака, тяжелая, нелегкая была у нее жизнь, но мы видели ее здесь, она стояла зеленая, уже печень у нее не работала, она вот здесь стояла с бледным зеленым лицом, но она прославляла Иисуса до конца, до последнего вздоха она служила Иисусу, и это пример стойкости веры и духовного возраста, а знаете, когда беседуешь, говоришь с ней, а что вы, сестра, больше всего любите, а она больше всего всегда говорила, я люблю Божье Слово, Божье Слово, может быть, что-то она до конца еще не понимала, может быть, что-то по доброте своей, знаете, так возьмет, напустит, даже добрая была, напустит там наркоманов всех себе домой, они у нее все вынесут, унитазы там все, раковины, потом плачет, может быть, что-то не понимала, но она духовно возрастала, она имела веру, стойкость в вере, поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы духовно возрастали, но а как духовно расти, что нужно для этого, вы знаете, вот просто мы смотрим на елку, да, ну, это искусственная елка, точно так же, как искусственное христианство может быть, но я не об этом сейчас хочу сказать, вот есть елка, живая елка, мы смотрим очень часто на шишки, на плоды, и мы так говорим, конечно, нужно приносить плоды, вот если плоды человек приносит в своей духовной жизни, значит, он духовно возрастает, но вы знаете, что, у вас не будет духовного роста, если нет корня, если нет корня, шишек не будет, вот вы возьмете елку живую, спилите ее, дома поставите, она у вас через три недели вся осыпется, и она не принесет, хоть что, хоть марганцовку там вы будете подливать, хоть чуть-чуть замедлите процесс, но все, елка погибнет, не будет ни плодов, поэтому мы должны сделать, если мы хотим духовно расти, сделать уклон на корень, корень, а как, о чем, о каком корне ты говоришь, а давайте мы посмотрим, Колоссянам, вторая глава, церкви Колоссам, апостол Павел пишет, вторая глава, седьмой стих, даже шестой, наверное, вот шестой, посему, как вы приняли Христа и Иисуса Господа, так и ходите в Нем, ходите в Нем, и дальше, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в Ней с благодарением, то есть человек верующий должен быть укорененным во Христе, если у вас есть корни, никакой ветер, никакая буря жизненная, никакой шторм не сможет сломить вас, если у вас есть корни, то тогда ваше растение будет приносить плоды, а мы так пытаемся, мы пытаемся на дерево, которое не имеет корня, навешать разных плодов, но у нас ничего не получается, какое-то время мы стоим, а потом смотришь и все заново, какое-то время мы стоим, а потом бах и елка упала, и вот эти вот стеклянные шарики все разбились, и мы терпим кораблекрушение в вере, почему? потому что нет корня, корень держит дерево, благодаря корню, который мы не видим, дерево приносит плоды, поэтому апостолы учат, они говорят, вы должны быть укорененными во Христе Иисусе, и если вы будете укорененны, ваша жизнь, она будет как естественный процесс, вот мы же как, вот, да, мы ребеночка берем, мы же не тянем его, давай быстрее расти, кто-нибудь так делает? жуй больше морковки, быстрее вырастешь, так? Или давай, давай, когда же ты, он в первый класс пошел, мы же говорим, давай быстрее в девятый, кто так делает? Никто, почему? Мы ждем, почему ждем? Потому что это свой, это естественный процесс роста, но что должно быть? Должно быть правильное питание, правильное отношение к здоровью, вовремя нужно умственно, интеллектуально развивать ребенка, правильно? И все это сопутствует естественному росту ребенка. И здесь точно так же, когда Христос родился в нас через веру, да, мы приняли его, мы покаялись, мы примирились с Богом, Христос родился в нас, начался рост, естественный рост. Мы должны теперь укореняться, мы должны утверждаться в вере. И теперь я подхожу уже к самому ключевому моменту, ну как, ну как, скажи, как я хочу, как, что мне нужно делать? Давайте мы откроем. Первое послание Петра, апостол Петр уже пишет, вторая глава, первый и второй стих, послушайте, что он говорит. и так, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие. Первое, вы не можете духовно возрастать, если вы что-то в своей жизни не отложите. Обязательно духовный рост ведет нас к тому, что мы должны что-то отложить. Отложить. И он перечисляет, что отложить? Братья, сестры, друзья, дорогие, что злобу, коварство, понятное слово коварство, такое вот пакость бы какую-нибудь, кого-нибудь бы очернить, кого-нибудь бы вот такое вот пакость. Дальше. Лицемерие. Знаете, да, лицемерие? Здравствуйте, голливудская улыбка. Здравствуйте, братья и сестры, когда же вы уйдете наконец? Уже смотреть на вас не могу. Понимаете, да? Такое лицемерие. Мы лицемерим, иногда так и пред Христом лицемерим. А Христос, ну как вы от Него это уберете, если Он мысли наши читает. Как вы это спрячете? Никак. Поэтому, если хотим духовно возрастать, нам нужно лицемерие убрать. И так, если с братьями разговариваешь или с сестрами, ну не нравится тебе что-то, ну ты подойди и скажи ему, ты знаешь, мне не нравится. С любовью подойди и скажи, как Христос это делал, ну мне не нравится, я хочу тебе помочь. И так далее. Зависть и всякое злословие. И теперь, второй стих, самый важный. Вот. Вот ключ. Ключ к духовному росту, к утверждению во Христе. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от Него возрасти вам во спасение. что мы должны сделать? Мы должны что-то полюбить. Что? Мы должны возлюбить чистое словесное молоко. Мы должны возлюбить Евангелие и Божье Слово. И там приводится пример как. Вот если сейчас вы мне принесете бутылочку с молочной смесью, которая предназначена для двух-трехмесячного ребенка, я не обрадуюсь. Даже если вы принесете флягу этой смеси, я не обрадуюсь. Почему? Потому что меня как мужчину в моем возрасте меня больше привлекает мясо, овощи, твердая пища, что можно пожевать, посидеть. Но младенцу, маленькому ребенку, новорожденному, ему до этого мясо все равно. Ему одно подавай, одно подавай. Мамину грудь или вот такую молочную смесь. И он любит ее. И вот, но кто детей имел, видел, как они едят вот это молоко, с какой жадностью, с каким аппетитом. Ну, у меня трое детей, мне приходилось, ну, так как трое детей, наблюдать. Все они, и два сына, и дочь, они все с такой жадностью, попробуй отними их от груди, они тебе такое устроят. Ой-ой-ой, лучше иди, иди корми быстрее, иди, иди, сейчас там будет, иди корми. Все, как только начал кушать, все, успокоился, довольный, наелся, все. Вот, друзья мои, Христос, Он показывает нам, вот так мы должны возлюбить чистое словесное молоко. А я вам просто задам вопрос. А когда вы Библию последний раз читали? Сегодня, ну-ка, вот сегодня мы читаем ее, да, вот сегодня мы ее, о чем ты говоришь, Зинит? Каждое воскресенье мы читаем, ты же нам тут титры показываешь, мы читаем. А вот так, по-честному? Вот ребенка утром покорми только, и все. Что будет? Утром, днем и вечером. А маленьких детей еще не три раза. Володь, сколько вы там уже, сейчас родился у вас, сколько начали? Шесть-семь раз. Вот новорожденный, шесть-семь раз. Поэтому вы не задавайте вопрос тогда, почему я так медленно, духовно расту? Почему я не меняюсь? Почему в моей жизни ничего не меняется? Почему ничего не происходит? Вы же поймите, друзья мои, жизнь наша от чего меняется? От того, что мы меняемся. Наша жизнь не меняется, не сдвинется с места, если мы не меняемся. Когда мы меняемся, когда Христос в нас оживает, когда Христос в нас проявляется, тогда и жизнь наша проявляется. Как к Христу прийти в нашу жизнь? Через жизнь. Он приходит через жизнь, а мы его впустили. Дайте ему возможности жить. Именно через духовный возраст наша жизнь меняется. Не находитесь в одной паре. Следуйте за Иисусом. Это принесет вам благословение. Полюбите Библию. Сегодня она доступна. Бумажную дома можешь читать. Вот в смартфоне Библия есть. Можешь открыть, читать, где бы ты ни находился. Какую тебе? МП-3. Пожалуйста, МП-3. Но в другом проблема. Нам нужно это полюбить. Полюбить Божье Слово. Любить читать Библию. Любить Слово Божье. Если где-то... О Слове Божьем, что-то о Боге кто-то говорит. Раз, у меня уже там ухо. Все. А когда там... Какая-то там слух какой-то, что-то у Пугачевой там случилось. Оп, мы уже там. Что там у Пугачевой? И понеслось. Уже ищем. А Божье Слово, вот мы так не реагируем. А что там, когда про Божье Слово говорят, мы так не реагируем. Понимаете разницу? Тогда не удивляйтесь, почему я духовно не расту. И почему в моей жизни, в моей семье ничего не меняется. Начните расти духовно, и вы увидите, как все вокруг начнет меняться. Аллилуйя. Все. Вспомните, братья и сестры, кто был на реабилитации. Как быстро ваша жизнь изменилась. Благодаря чему? Режиму. Там на реабилитации режим. Утром рано подъем. Молитва, чтение Библии. Все. Обед. Молитва, чтение Библии. Ужин. Чтение Библии. Провинился еще. Чтение Библии, молитва наизусть учи. Режим. Поэтому они там и росли. Он шесть месяцев на реабилитации приходит. Он всю Библию прочитал. Крещенный Духом Святым. А я сижу по пять лет в церкви. Ни крещение Духом Святым. Ничего особого не прочитал. И Библию только Новый Завет вот я прочитал. И то без книги откровений. Потому что там ничего не понимаю. Пять лет. Вот духовный возраст. Друзья мои, давайте мы будем возрастать духовно. Дорогая моя церковь, братья мои, сестры. Нам необходимо возрастать духовно. Не находитесь в одной паре. Растите. Бог желает явить себя в вашей жизни. В служении. Столько есть удивительных вещей. Вы знаете, Слово Божье. И нет этому предела. Мы не сможем достичь Христа. Мы можем стремиться. Но вот так вот достичь или стать такими, как Он. Конечно, очень нам сложно будет. Но тем не менее, у нас есть возможность идти вперед. Возрастать. Преображаться в чем-то. Что-то менять. Укореняться во Христе. И вот этот естественный рост. Духовный рост. Он и преобразит нашу жизнь. Аминь. С Рождеством вас, братья и сестры. Ну а еще я обращаюсь к тем. Может быть, кто-то смотрит нас онлайн. Или здесь кто-то присутствует. Может быть, есть люди, которые... Вот они все вокруг да около. Знаете так? Вокруг Христа да около. Вокруг Христа да около. А Христос говорит, а ты меня впусти в свое сердце. Говорит, все стою у двери и стучу. Впусти. А он его не впускает. Да все вокруг да около. Пусти его. Пусти Христа в свою жизнь. Позволь ему в твоем хлеву внутренне, в твоем сердце. Мы же как хлев. Что у нас? Ничего чистого. Грязь одна. Запах, который нам самим отвратителен даже был в некоторых моментах. Вот впусти туда Христа. Он не гнушается. Он придет туда. И он там наведет порядок. Только впусти его. Да благословит нас Господь. Братья и сестры.